Сегодня во всем мире отмечают День телевидения. В декабре 1996 года Генеральная ассамблея ООН провозгласила 21 ноября Всемирным днём телевещания. В Якутии сегодня национальное телевидение вещает на трёх каналах. НВК Саха, Саха-24 и Мамонт освещает самые актуальные события региона. Канал активно развивается, идёт техническое перевооружение, повышение квалификации работников, меняется концепция работы. Тему продолжит Розалия Борисова. Техническое перевооружение НВК Саха началось ещё в 2011 году. За это время ввели в работу новый телевизионный павильон на 300 квадратных метров. Создан цифровой архив компании. Началось вещание в формате высокой чёткости. Сегодня новый программный комплекс «Скайларк» обеспечивает выдачу в эфир трёх каналов с отдельным программированием. На технической дирекции была поставлена большая, обширная задача. Очень кратчайшие сроки перейти на формат высокого разрешения, увеличение канала вещания до трёх в таком же формате и введение производственного программного комплекса «Ави». Всё оборудование было поставлено в сроки, монтажные работы тоже проведены. Телекомпании НВК обязательно нужно было осуществить переход на безленточную технологию. И компания подошла к этому очень глубоко и серьёзно, и продуманно. Они изучали те системы, которые работали в нашей стране, объездили вообще, по-моему, всю страну. Специалисты НВК САХА сами в результате приняли решение и выбрали систему «Авид», которая действительно, на наш взгляд, считается наиболее подходящей для долгосрочной, долговременной, надёжной и высококачественной работы. Наряду с системой «Авид» в редакции новостей установлена немецкая программное обеспечение «Синерджи». В этом году прошло обновление программы «Вичди-версию». Уровень технической подготовленности телекомпании я бы оценил на твёрдую пятёрку, потому что я вижу, что из года в год оборудование обновляется, инженеры ваши имеют высокую техническую квалификацию, они проходят и обучение, и много мы консультаций оказываем по продуктам, которых, допустим, они пока не знали. И вот в процессе наших диалогов, наших каких-то совместных работ инженеры учатся. Сегодня зрители НВК САХА имеют возможность следить за новостями и смотреть любимые телерадиопрограммы в режиме онлайн. Большое внимание компания уделяет повышению квалификации работников. Семинарами, тренингами приезжают известные журналисты страны, преподаватели сферы медиаиндустрии. В эти дни в НВК САХА обучение проходят руководители подразделений. Итогом тренинга-семинара должна стать стратегия развития компании на ближайшие два года. И с учётом перехода на рыночные механизмы, с учётом обновления бренда компании, может быть, это ребрендинг, может быть, это рестайлинг, то есть изменения, может быть, такое незначительное, но в то же время концептуальное. И расширение аудитории за счёт открытия новых программ. На обмен опытом и обучение коллектив НВК САХА также выезжает в разные регионы. Совсем недавно сотрудники национального телевидения приняли участие в конгрессе телерадиовещателей. Мы обсуждали перспективы развития оригинальных телекомпаний, посетили выставку технического оборудования телевизионного, и где наши работники выступали впервые в истории. Наши техники, наши ребята, которые обслуживают нашу современную технологию, выступили на российской арене. Переход на HD-формат позволил НВК САХА стать официальным бродкастером игр «Дети Азии». И уже сегодня НВК САХА является одними из самых оснащённых среди региональных телекомпаний. Вместе с тем техническое перевооружение продлится до 2019 года. Сегодня главный канал Якутии переводит на HD-формат более 30 своих филиалов по всей республике. Розалия Борисова, Георгий Григорьев, НВК САХА, Якутск.